Уже когда грыж сформировался, то есть когда мы имеем пульпозное ядро, вынесшее наружу, тут же начинает организм его разрушать. То есть это не такая вот структура, которая появилась и вот она остается. То есть тут же начинается воспаление, разрушение вот этого участка. Потому что пульпозное ядро, оно содержит антиген, и оно должно всегда быть изолировано, внутри фиброзного кольца находиться. То есть тут же начинается воспаление, оно разрушается, но если бы не продолжал действовать вот этот фактор, если бы не продолжал действовать условия, которые вызывают, чтобы новую порцию пульпозного ядра вырезала наружу, тогда грыж полностью бы исчезла, то есть она бы разрушилась. Но происходит так, что человек продолжает ходить вот так асимметрично, двигаться асимметрично, и при этом все новое и новое порцию пульпозного ядра у него вырезает. И это вызывает все время постоянную боль, постоянный дискомфорт. Из чего возникает боль при развитии грыжи? В первую очередь из-за давления нервного корешка. Но также нужно дифференцировать боль, которая возникла именно из-за грыжи от боли, которая возникла, которая может быть точно такая же, но за счет сужения межпозвонкового отверстия, где точно так же будет сдавливаться корешок. То есть нужно их различать. В случае, когда боль возникает из-за сужения межпозвонкового отверстия, боль будет изменяться при изменении положения тела. То есть в тех положениях, когда мы увеличиваем этот просвет и уменьшаем нагрузку на корешок, боль будет уменьшаться. Но при диагностике нельзя ориентироваться только на боль, поэтому мы применяем мышечное тестирование и другие неврологические тесты. То есть мы проверяем тонус мышц, которые иннервируются соответствующим корешком. Ну вот, например, если мы возьмем корешок L5-S1, то есть корешок, который выходит между пятым поясничным позвонком на крестовую кастер-костью, этот корешок иннервирует большую ягодичную мышцу, варшевидную мышцу и разгибатель бедра. При компрессии его будет слабость всех этих трех мышц. То есть вот он, этот корешок. При его компрессии будет слабость всех этих трех трех мышц. Но в случае с компрессией на уровне межпозвонкового отверстия эта слабость будет проходить при изменении положения тела. В этом случае лечение будет именно состоять в том, чтобы подвинуть позвонок в нужную сторону, сделать манипуляцию на каком-то из суставов для того, чтобы увеличить межпозвонковое отверстие. Продолжение следует... ...